Всем привет, друзья! Тема видео – тайна одинокого скупердяя. Мужчина наткнулся в лачуге на дверь, открыв которую, обнаружил целое состояние. «Не собирайте сокровищ на земле», сказано в Библии, но мало кто эти слова воспринимает всерьез. Немецкий пенсионер Якоб Землер собирал сокровища до последних дней своей бренной жизни. И, как утверждает не без иронии его племянник, возможно, и сейчас сорка следит за нажитым капиталом. Неожиданное наследство. Когда Томасу Феллингу позвонил юрист и сообщил о смерти Землера, тот не сразу понял, о ком идет речь. А речь шла о его родном дяде. Якоб Землер был человеком настолько нелюдимым, что даже с единственным племянником общался в последний раз лет 7 назад. Не удивительно, что тот почти забыл о его существовании. Он всегда был хмурым, чем-то недовольным. В детстве я даже побаивался его, вспоминает Томас. Кроме него у Землера родственников не было. А потому после смерти старика именно Томас получил в наследство старую Хибару, иначе ее и не назовешь, на окраине города. Правда, Хибара это, как оказалось, сюрпризом. Смерть в одиночестве. Землер был женат всего раз, еще в молодости. И этот брак быстро распался. Детей у него не было, но его как будто устраивало одиночество. Всю жизнь он работал, занимался мелким бизнесом. Владел несколькими магазинчиками. Но примерно 30 лет назад что-то пошло не так. Якоб закрыл магазины, ушел на покой. Последний раз Томас видел его в 2012 году на похоронах матери. Пожилой мужчина, выглядел неважно. Старая потрепанная куртка, бесформенные брюки и шляпа, подобные которым носили лет 50 назад. Да и вел себя довольно странно. Не произнес ни слова. Просидел в церкви минут 10 и вышел, прежде чем священник закончил свою речь. Феллинг решил, что старику нужна помощь. Нехорошо. Пожилой человек живет совсем один. Ухаживать за ним некому. Нужно навестить. Спустя неделю после похорон матери он приехал к дяде, но тот не пустил его в дом. Чего надо? Я занят. Буркнул старик и захлопнул перед племянником дверь. На этом их общение закончилось, не успев начаться. Замблер умер в полном одиночестве. Лачуга у дороги. Дом старого мизантропа, доставшийся Феллингу, находится недалеко от трассы. Слева лесополоса, справа дорога. Дом довольно запущен, что неудивительно. Однако то, что Томас увидел внутри, превзошло все его ожидания. Якоб Замблер явно не был ценителем домашнего уюта, повсюду беспорядок, грязь, паутина. Томас, не намериваясь жить в апартаментах покойного дяди, решил продать дом. Но прежде пришлось потрудиться, дабы привести его в божеский вид. На уборку ушло три дня. Томас вынес на помойку порядка десяти мешков мусора, заклянул в каждый угол и в каждую тумбочку и шкаф. И совершенно случайно, исключительно благодаря своей дотошности, обнаружил на чердаке дверь, занавешанную старой тряпкой. Сокровище Скряги. Это была дверь от маленькой кладовки. В ней куча ненужного хлама. А среди беспорядка несколько коробок с монетами, общим весом в 10 килограммов. За потайной дверью были спрятаны не только фенинги, вышедшие из обращения в 2002 году, но и старинные монеты, которые выпускались еще при Кайзере в 19 столетии и начале 20 века. Откуда у бедного старика такая дорогая коллекция? Когда-то давно Замблер увлекался нумизматикой. Томас об этом слышал от матери, но и подумать не мог, что дядя столько сил и денег потратил на любимое занятие. Для того, чтобы собрать такое количество монет, уйдет не одно десятилетие. Старик жил в нищенских условиях, но не продавал свою коллекцию. Настоящий Скряга. Феллинг проконсультировался с экспертами и выяснил, что дядюшкины сокровища продать можно не менее чем за 30 тысяч евро. Он уже ищет покупателей, при этом уверяет, что ни единого евро не потратят на себя. Томас планирует отдать вырученные деньги в организацию, оказывающую помощь детям с онкологическими заболеваниями. Человек, который всю жизнь так бережно собирал и хранил эти монеты, обязательно явится за ними после смерти. Чтобы этого не произошло, нужно потратить их на благие цели, шутит наследник почившего нумизмата. Субтитры создавал DimaTorzok